Как вы думаете, что в этих мешках? Это то, что скапливается в однокомнатной квартире за целый год. Это пыль. 20 килограммов. А пыль действительно может быть опасна. Причём, в первую очередь, для детей и пожилых людей. Самая частая, хотя и не единственная проблема из-за пыли, это аллергия на неё. Именно об аллергии на пыль мы будем говорить сегодня в рубрике «История болезни». Давайте мы с вами разберёмся, из чего же она состоит, эта пыль. Мы с вами сейчас делаем искусственную пыль. Пыль состоит из частичек кожи человека или, например, домашних животных. Пыль также состоит из пуха, пыльцы различных растений, из остатков пищи, ну, например, хлебные крошки. А также из частичек мёртвых насекомых, например, тараканов. А также ещё споры грибков. Вот это, по сути, пыль. Но надо сказать, что аллергия значительно чаще бывает ещё на один компонент пыли, о котором я не упомянул. Это пылевые клещи. Давайте посмотрим, как они выглядят. Вот так выглядят пылевые клещи. Они живут в пыли и питаются мёртвыми клетками кожи человека и животных. При этом они, естественно, выделяют фекалии. И вот именно на фекалии пылевых клещей чаще всего и развивается аллергия. И чем больше пыли в доме, тем, естественно, больше пылевых клещей и выше вероятность развития аллергии. Их в двухкомнатной квартире может быть до 20 триллионов. А это означает, что людям, у которых есть аллергия, обязательно необходимо убираться. Причём убираться не просто в общем смысле этого слова, а выполнять специальную уборку против пылевых клещей. Условия в постели крайне благоприятны для жизни и размножения пылевых клещей. Температура там большую часть времени в районе 25 градусов, влажность в районе 75 процентов. А это означает, что клещи могут совершенно беспрепятственно размножаться и накапливаться там в огромном количестве. А если учитывать, что за неделю на постельном белье остаётся порядка одного грамма кожи человека, то, естественно, что это питательная среда для многих сотен тысяч и миллионов пылевых клещей. Так что же сделать с кроватью? Как её убирать? Ну, во-первых, естественно, постельное бельё необходимо менять не реже, чем раз в неделю. И стирать при температуре не менее 60 градусов, потому что при этой температуре пылевые клещи погибают. Но при всём при этом необходимо также раз в неделю по возможности проветривать матрас, на котором человек спит, например, выставляя его на балкон. Не лишним будет заменить перьевые подушки или, например, ватное одеяло на подушки и одеяло из синтепона. Потому что, к сожалению, перо, птичье перо является очень хорошей средой для размножения этих пылевых клещей. Следующее место, в котором также очень любят селиться и жить пылевые клещи, это вот такие вот ковры. Так вот, к сожалению, ковры, они накапливают большое количество пыли, частичек кожи. И именно по этой причине клещи там очень любят селиться. Поэтому желательно полностью избавиться от ковров, если есть аллергия. Либо же, как можно чаще, использовать пылесос, но пылесос с водяным фильтром для того, чтобы производить влажную уборку ковров. Коварные, друзья, это мягкие игрушки. К сожалению, мягкие игрушки содержат значительно больше пылевых клещей, чем даже постельное бельё. И плюс ко всему подвергать эти же игрушки влажной обработке или обрабатывать их солевым раствором, например. Лучше, на самом деле, избавиться от штор, особенно если это шторы из плотной ткани, из гобелена. Например, тяжёлые портьеры, потому что они способны очень сильно накапливать пыль и длительное время являться очень благоприятным местом для развития пылевых клещей. Естественно, что это не отменяет того правила, что даже если вы используете из лёгких тканей шторы, всё равно их необходимо стирать при температуре не менее 60 градусов для того, чтобы уничтожить живущих там пылевых клещей. Намёк на жалюзи? Не обязательно. Это может быть тонкая синтетическая занавеска, которую очень легко стирать даже раз в неделю. Ну, сама по себе пыль, конечно, в основном опасна развитием аллергических реакций различных. Это не только аллергический ренит или аллергический конъюнктивит, но и также высокий риск формирования бронхиальной астмы у таких людей, которые страдают аллергическими заболеваниями или имеют наследственность по этим заболеваниям. А это передаётся, да, по наследственности? Конечно. Аллергия является наследственно детерминированным заболеванием, то есть люди, которые имеют в роду страдающих аллергией, могут иметь в потомстве также детей страдающих аллергией. Может ли возникнуть аллергия на пыль у взрослого человека? Аллергия может возникнуть совершенно в любом возрасте. У него нет возрастных ограничений. Вот просто есть компенсаторные механизмы, то есть которые могут сдерживать период развития аллергической реакции до поры до времени, пока не наступает сбой этих компенсаторных механизмов. То есть так тщательно убираться нужно не только тем людям, у которых есть аллергия, но и всем, я так понимаю? Ну, конечно, желательно всем придерживаться гигиенических каких-то требований, да, и помимо того, что аллергия может развиваться у человека, который, допустим, просто находится длительно в пыльном помещении, у него могут развиваться другие заболевания и бронхолёгочной системы, и также заболевания верхних дыхательных путей в качестве, там, лазомоторной рениты или какие-то другие состояния. Люди не ленятся убирать каждый день квартиру, и тем не менее могут не убирать те места, где как раз пыли больше всего. Да, и вообще вот такая тщательная уборка, это не очень приятное занятие, но очень полезное для нашего с вами здоровья.